Стрельцы мои любимые, здравствуйте! Как всегда вы помните, что ваши прогнозы я жду больше, чем свои. И мы сейчас с вами встретились для того, чтобы сделать общий прогноз на год. Посмотрим, что вас ждет. Итак, что ждет людей под знаком Зодиака Стрелеца в 2021 году? Итак, поехали. Первая карта нам расскажет про здоровье, вторая – финансы, третья – личная жизнь, четвертая – карьера, работа, и пятая карта покажет, насколько в целом будет благоприятный год и принесет ли он нам радостные события. Первая карта – финансы. О, класс! Я вас поздравляю. Во-первых, это старший аркан. Во-вторых, этот аркан говорит о том, что вам он… Так, здоровье, да? Здоровье. О том, что у вас могут… Опасайтесь заболеваний, передающим, передаваемых половым путем. Потому что этот аркан, он связан с искушениями, с искушениями в любви, со страстью, со сладострастием, с неуемными какими-то желаниями. Поэтому будьте осторожны, предохраняйтесь, пожалуйста. Просто берегите себя, положите средства контрацепции себе в сумочку, носите всегда это с собой и не поддавайтесь этим внезапным страстям. Потому что помните, что риск будет большой. Очень интересная карта. Первый раз вот сегодня за весь расклад такая. Такое предупреждение первый раз. Вторая карта у нас про финансы. Так, в плане финансов. Смотрите, у вас снова старший аркан. Это снова кармическая история. Так, первая кармическая история. Так и вторая. Значит, отшельник. Он означает то, что деньги в 2021 году вам принесет именно та деятельность, которой вы занимаетесь от сердца, которой вы занимаетесь любовью. Это то, что является вашей сутью. Это то, что... Знаете как, у нас есть... Бывает работа ради денег, а бывает работа по любви. Да, так же, как и брак. И вот иногда люди вынуждены заниматься работой ради денег, и она приносит определенный уровень дохода. А работа для любви, она доставляет больше удовольствия. Так вот, в 2021 году появится возможность заработать своим любимым делом. И это вот очень важно. Это не та история, когда вам нужно соглашаться на сделку с дьяволом ради денег. Вы можете не бросать свою основную работу, если она у вас ради денег. Но будет благоприятно, если вы начнете свое вот это дело души вашей, то, в чем вы профессионал, то, в чем вы асф, то, для чего вы родились, то, в чем ваше предназначение. Если вы начнете этим хотя бы заниматься, это принесет вам дополнительные деньги. Вот так. В 2021 году. Круто, если у вас уже так все прокачалось, что ваша работа – это и есть ваше предназначение, это ваше любимое дело, это дело вашей души. Очень клево, продолжайте заниматься им. Если можете, расширяйтесь, масштабируйте свое дело. Но если эта история не про вас, если вы ходите на работу, потому что вы вынуждены туда ходить, а мечтали бы всю жизнь, например, танцевать, может быть, самое время начать танцевать. Или вы хорошо поете, может быть, вы начнете подрабатывать тем, чтобы идти петь в ресторане, например. И вас кто-то заметит, и вы потом вообще бросите свою предыдущую работу ради денег, которая была у вас. И, наконец-то, откроете в себе, ну, откроете вот этот источник дохода через, ну, божественный дар ваш. Вот, о чем эта карта в 2021 году. Следующее – про личную жизнь. О личной жизни у вас может быть, знаете что? Во-первых, значит, сначала расскажу для тех, кто уже имеет пару, имеет отношения. У вас может ожидать, это, конечно, будет не весь год, но местами ожидать непростые периоды каких-то недопониманий и ссор. Поэтому, если вы хотите сохранить отношения, с мудростью относитесь к этому. Если можете предупредить эти конфликты, предупреждайте их. Но будут моменты, когда вы будете конфликтовать. Если вы одинокий человек, что вас ждет? Вас, во-первых, ждет большая вероятность, я скажу, вляпаться. Вляпаться в любовный треугольник. То есть, если вы девушка, вы можете влюбиться в женатого мужчину. Если вы мужчина, вы можете найти любовницу. Ну, либо, не дай бог, конечно, там жена ваша заведет кого-то. Ну, прям риск вляпаться в любовный треугольник. Неважно, на какой роли можете быть вы, и на любой совершенно. Также, для одиноких людей, особенно для девушек, это может быть осторожны, если вы крутите отношения одновременно с несколькими парнями. Они могут друг о друге узнать, и произойдет неприятное. Может быть, они между собой будут выяснять отношения, но как бы вам тоже не перепало. Скорее всего, очень серьезно может перепасть. Вот, поэтому в личной жизни могут быть какие-то вот такие нюансы. Поэтому, как вам с этим распоряжаться, решать вам, конечно, самим. Но риск возникновения вот этих вот конфликтных моментов, он может быть. Там, конечно, уже мы будем более подробно смотреть на недельных и ежемесячных прогнозах, и на индивидуальных, кто их будет заказывать. Ну, вот, какие-то нюансы могут произойти. Итак, карьера, работа. Мы помним, да, что у нас финансы – это финансы, а карьера, работа – это разное. Потому что мы можем работать, но при этом мы можем много зарабатывать, мы можем мало зарабатывать. Мы можем не работать вообще, но жить на что-то. Поэтому мы всегда разделяем работу от денег. И в карьере, в финансах что у вас может произойти? Я не могу сказать, что это могут быть какие-то серьезные перемены, но то, что вы можете испытать неудовлетворение от того, чем вы занимаетесь. Может быть, неспроста у вас выпал отшельник в финансах. Может быть, действительно вам нужно пересмотреть свое место на работе. Может быть, действительно вам нужно пересмотреть деятельность, которой вы занимаетесь, если вы работаете на себя. Потому что вы можете испытывать состояние неудовлетворения. То ли вы недовольны начальством, то ли коллегами, то ли вы недовольны зарплатой, которую вы получаете за то время, которое тратите на работу. Но вы можете испытать именно какое-то разочарование, желание что-то менять. И это может быть вами надумано. Вы, может быть, просто устали. Может быть, вы шли на эту работу, и вам обещали одно, а вы получили другое. Или, что чаще всего бывает по этой карте, вы сами себе напридумывали, что вы получите от этой работы, но вы не получаете этого удовлетворения. Поэтому как с этим действовать? Будем смотреть дальше более подробно в следующих наших прогнозах, что вам с этим делать. Но вы можете испытывать эти состояния. Поэтому если вы сейчас смотрите этот прогноз, подумайте уже сейчас, что вас не устраивает. Не принимайте пока никаких резких движений. Не нужно там ничего бросать, ничего менять. Но подумайте, что вас не устраивает и что вам хотелось бы. И, может быть, вы начнете пока как-то дополнительные еще какие-то источники доходов искать заранее, чтобы не было у вас там никаких неожиданных вот этих, как сказать, чтобы они остались без работы неожиданно, чтобы вы не психанули, не ушли, хлопнув дверью. Поэтому начните заранее думать пути отхода из этого. Итак, финальная карта, которая говорит, насколько в целом год будет благоприятный и радостный. Год будет хороший. В целом он будет очень плодотворный. У вас, несмотря ни на что, несмотря на все это, у вас будет много каких-то перемен, много открытий, желания учиться, расти. У вас будут и романы. Кстати, да, вот мы помним еще, что у нас здоровье, риск венерических заболеваний. И в личной жизни могут быть какие-то неурядицы. То есть видите, как карты выпали, да? Да, но год будет богатым на события, он не будет скучным. У вас будет интерес все время поддерживаться. Поэтому в целом я вижу, что год благоприятный, хороший. Ну, на этом, в общем-то, и закончу. Не о чем больше, ну, как бы, да, говорите, время ваше стерять. Я благодарю вас за внимание, жду вас на еженедельных прогнозах. Подписывайтесь, ставьте лайки, рассказывайте свои истории. Я благодарю вас за внимание и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok